Я постараюсь все-таки рассказать то, о чем хотел рассказать. Ну и дам возможность, наверное, задать вопросы, если они будут. Спасибо. Пропущу традиционную долгую информацию о компании. Во-первых, все написано, все умеете читать. Буквально несколько таких крупных мазков. Компания производственная, компания достаточно старая. В следующем году 150 лет исполняется в целом компанией. Компания международная, представлена в России. То есть мы российское отделение международной компании. Мне очень нравится, что мы одинаково мыслим в чем-то. С другой стороны, очень хорошо, что есть различные расхождения. Вот это перемещение показало. Мы тоже задавались вопросом, зачем. Потому что мы всегда им задаемся. И все так или иначе приходят к тому, чтобы внедрять бережливое производство, лин, кайдзен, называйте как хотите, по каким-то причинам. Причины у всех разные. На самом деле не все говорят, что вот там пришло озарение, экономический эффект и так далее. Достаточно частая история, когда руководитель где-то послушал кого-то, пришел и говорит, вот у них есть, у нас должно быть. И так далее и тому подобное. У нас немножко другая история. Компания, еще раз говорю, производственная. Производство цемента. Коллеги с базовой цементом не дадут соврать. Технологии достаточно старые. И там уже такой мелкий фантюнинг для того, чтобы быть впереди планеты всей. Мы долго думали и поняли, что надо делать на чем-то ставку. Решили делать ставку на людях, поскольку людей мы очень любим. И как бы мы ни говорили, люди это такой, во-первых, ресурс. Во-вторых, он отличается двумя особенностями, как мы всегда говорим. Во-первых, это вечно восполняемый ресурс. Вот бензин, когда кончился, мы его из пустого бака не достанем. Человека доить можно, извиняюсь за выражение, бесконечно. Но есть другая вещь. Человеческий ресурс, в отличие от...